Эту тему далее обсудим с Олегом Саокеаном, политологом. Здравствуйте, Олег. Приветствую. Спасибо, что нашли время к нам присоединиться, потому что очень важная тема. Какая-то уже начинается гонка вооружений. И поскольку начала эту гонку Российская Федерация, наша ГУР сообщала о том в начале года, что Российская Федерация переходит на военные рельсы с перспективой длительной войны. По вашим оценкам, к какой войне готовится НАТО и отдельный Европейский Союз? Почему отмечаю отдельно? Потому что страны Европейского Союза уже начали рассматривать план. Из трех пунктов тоже начинаются боеприпасы, снарядов калибра 155 мм для Украины. Потом это все возмещается и далее будет увеличиваться производство. Так вот, как вы видите, что происходит и кто к какой войне готовится? Россия пытается убедить мир в том, что она способна воевать до последнего россиянина и, соответственно, что они могут воевать годами и могут себе это позволить. История, скажем так, рассудит, насколько они действительно способны вести такую войну, поскольку все сегодняшние показатели как раз говорят о том, что они этого не могут делать. И это скорее напоминает надувательство щек. Хотя по отдельным направлениям, конечно, они действительно мобилизируют экономику, в частности, производство боеприпасов и ряд других позиций. И тут у них есть зазор и есть возможность действительно нарастить, поэтому они делают туда упор и на этом фактически формируют эту картинку. Но за ней стоит фактически попытка навязать западному миру страх того, что Россия может себе позволить куда дальше зайти в этой войне, нежели, например, западный мир либо Украина. С другой стороны, если мы говорим в имперском пространстве, то здесь за год полномасштабного противостояния произошла определенная эволюция. От того, что Украину необходимо просто поддержать в гуманитарных вопросах отдельными видами вооружения, на сегодняшний день уже идет речь о том, что фактически Европа становится для Украины полноценными тылами, которые должны обеспечивать стойкость фронта. Не только принимая из Украины граждан, не только предоставляя Украине отдельное вооружение, но и входя в цепочки ремонта данной техники, обеспечения боеприпасов, то есть открытия у себя дополнительных линий производства боеприпасов, также по критической инфраструктуре и по многим другим вопросам, обеспечивать вот эту тыловую функцию поддержки способности Украины не только уже защищаться, но уже и освобождать свои территории, то есть поддержки для наступательных операций Украины на свои территории. Следующий этап для эволюции европейского обоснованства – это понимание того, что мы имеем дело не только с российско-украинской войной, собственно, но и имеется и другой разрез. Разрез российско-либо недемократического мира противостояния с демократическим миром. Здесь Россия кинула вызов коллективной безопасности европейской. И, соответственно, помимо поддержки Украины, есть еще и вторая линия противостояния, в которой Европе необходимо принять вызов российский и также вести определенный ряд своих шагов по противостоянию России. То есть тоже, иными словами, победить Россию, не входя с ней в военное противостояние. Есть российско-украинская война, но есть еще и другой уровень. И там, конечно, Европе еще предстоит выстроить собственную стратегию, и собственное видение, что является фактически их целями в рамках российско-украинской войны. Не только поддержать Украину и вернуть территорию, но, например, вопросы передела границ. Собственно, мир показал свою дефолтность, что он не может этому противостоять. И тут необходимо дать свое концептуальное решение, и изменение, пакет изменений в мировую систему, в мироустройство и в коллективную систему безопасности для того, чтобы не допускать этого. Либо ревизионистской войны, эридентичной войны и многие другие вызовы, доходя до шантажа применения ядерным оружием, которое в сегодняшних доктринах везде рассматривалось всегда как оружие сдерживания, теперь же Россия перевела его в потенциальное оружие нападения, тем более против неядерного государства. Это тоже требует своего ответа. Во многом от этого зависит тоже, насколько мир будет готов победить Россию, и, соответственно, сколько он готов будет помогать Украине в победе над Россией, потому что это совершенно другой уровень включенности. И вот здесь мы находимся на этапе перехода к осознанию этих проблем, просто не от головы, что называется, а от проблем, которые подкидывает фронт. К сожалению, конечно, это происходит жизнью и кровью, и потерями для Украины, но, слава богу, что эта эволюция происходит, и мы ее видим. Поэтому экономики Запада также должны готовиться жить без России, потому что после завершения российско-украинской войны горячей фазы, так или иначе, необходим будет целый ряд требований к самой России о том, как ей необходимо измениться, чтобы она начала возвращаться в мировое сообщество, и с ней начали возвращаться коммуникации. Проще говоря, сниматься санкции, в частности, допуски ее на рынки и все остальное, поскольку всем же очевидно, что завершение боевых действий и освобождение Украины территорий это еще не будет гарантией того, что война не будет продолжаться. И, соответственно, тут надо понимать, что мир-то без России прожить может, а вот Россия без мира не может. Соответственно, задача мира выставить определенные требования и условия к России, при которых она сможет снова вернуться к нормальным взаимоотношениям с демократическим миром. И тут также это сейчас то, над чем необходимо работать. В частности, и в экономическом плане, например, один из вопросов, который уже, по которому делаются выводы из российско-украинской войны, а таких сотни, это стойкости критической инфраструктуры, в частности энергетической. Было видно, что западная, вернее, стало видно, что западная инфраструктура оказалась менее готовой даже нежели украинская к возможным таким ударам. Если бы удары ракетные пришлись бы не на Украину, а на условную какую-то не-н европейскую страну, то ситуация была бы для них еще сложнее. Нет запасов трансформаторов, нет очень многих комплектующих и просто даже возможностей и навычок по-украински, по-русски, это определенных компетенций для того, чтобы преодолевать такие вызовы. И это сейчас тоже семимильными шагами начинает наращиваться, в частности, тема критической инфраструктуры стала сейчас объединяющей для сотрудничества в рамках НАТО и Европейского Союза, то есть для трансатлантического единства. Создаются новые инструменты, в частности, по изучению, по работе с этой проблематикой. И подытоживая, надо просто признать, что мир после российско-украинской войны уже не будет прежним. И, соответственно, те изменения, которые мы сейчас наблюдаем, это уже компоненты новой нормы. И мы заходим в зону повышенной геополитической турбулентности достаточно длительное время. И то, насколько мир сейчас способен адаптироваться к этим условиям, от этого фактически и зависит возможности недопущения эскалации противостояния в будущее. Поскольку мы фактически сейчас находимся в прологе Третьей мировой. Я бы, конечно, не сказал, что мы уже сейчас в Третьей мировой. И я далек от того, что это российско-украинская война. Я бы сказал бы, что это первая мировая глокальная война, которая происходит локально, но при этом имеет глобальное влияние. Ну, тут хотелось бы еще заглянуть, кроме того, да, посмотрев на желания Российской Федерации и все-таки возможности, что, собственно, изменилось. И поскольку Россия готовится к долговременной войне, по оценкам Главного управления разведки Украины, это по началу года этого, что, возможно, за этих даже пару месяцев изменилось, потому что мы видим, насколько война гибкая, да, и каждый день что-то меняется. Вот, собственно, по оценкам ГУР, реорганизация экономики военно-промышленного комплекса Российской Федерации началась активнее. А есть ли возможности для этого? Ну, вот, если верить, да, раньше считалось, что и у России вторая армия в мире, но и также считалось, что Россия и США были лидерами по экспорту вооружения в другие страны мира, и в том числе и Европейского Союза. Но сейчас стоит вопрос о том, что Россия намерена продать Ирана и истребителей, Су-35. То есть, помимо того, что Российская Федерация ведет агрессию против Украины, войну, у нее еще есть возможности что-то продавать или имеется в виду на военные рельсы, это значит, никому ничего не продаем, пользуемся тем, что производим. И есть ли вот эти возможности производить в тех темпах, в которых сейчас ведется война? Ну, во-первых, и да, и нет. Вот по части позиции Россия может себе позволить действительно производить. И за счет скрытого импорта покрывать себе часть комплектующих иностранных, которые необходимы, поскольку фактически вся российская техника так или иначе в той, в большей или меньшей мере, но зависимо от этих комплектующих, их необходимо получать либо от Запада, либо по некоторым позициям там Китай может заместить для них эти комплектующие. Хотя тоже сказать, что Китай стремится сейчас России военно помогать, нет. Китай будет это делать по чайной ложке и скрыто, ровно для того, чтобы и не получить для себя все негативы возможные от помощи России. Тем более, теперь уже в статусе Путина международного преступника, фактически беглеца, который скрывается от ордера на выдачу, это уже абсолютно другая реальность, повышает для них риски. Но, тем не менее, для них также важно, чтобы путинский режим не посыпался, поэтому некий уровень поддержки, конечно же, здесь будет скрыто, но предоставляться и в дальнейшем. Так вот, в этих условиях есть определенные позиции, которых Россия действительно может. Их используют для повышения своего геополитического влияния и для бартера с недемократическими государствами. В частности, с Ираном идет речь о бартере, где Россия поставляет самолеты Ирану, которых у Ирана нет, и это самая большая брешь в их военном могуществе, поскольку по беспилотникам, по ракетам Ирану удалось и удавалось производить. А вот по самолетам они откинуты на несколько десятков лет назад, если не сказать, даже на полстолетия приблизительно. То есть, посмотреть парк их военной авиации, то, значит, понятно, что это еще авиация, которая была закуплена, западная в основном, во времена Шаха, еще до Исламской революции в Иране. То есть, это оружие даже не морально устаревшее, а и физически устаревшее, и невозможное к обслуживанию очень часто. Поэтому тут, конечно, Россия будет обмениваться. Но по ряду других позиций они не могут себя обеспечить. И они зависимы, в том числе снаряды, которые они сейчас пытаются максимально нарастить производство у себя, чипы, которые Россия не производит в необходимом количестве, необходимого качества, и множество других вещей. Поэтому Россия будет сползать все ниже уровня своей армии, и ее современности. А Украина по мере исчерпания советских запасов, постсоветских, не только в Украине, но и в мире, поскольку мы понимаем, что сейчас Россия и Украина конкурируют на международных рынках за все то, что еще советская в каких-то уголках мира пооставалась, начиная от снарядов 122-152 калибра, заканчивая самолетами, танками и прочей техникой. То по мере этого Украина будет получать западное вооружение, закупать это западное вооружение, нам будет его закупать и помогать им предоставлять бесплатно. И, соответственно, уровень технологичности украинской армии будет возрастать. Вот сейчас мы просто находимся в той кривой, где Россия еще не проиграла, а Украина еще не выиграла. И в обратную сторону также. Украина еще пока не способна обеспечить себе победу, а Россия уже не способна себе обеспечить победу. Но, к сожалению, это еще может длиться во времени. К сожалению, это все является трагичным для украинского общества, поскольку за это платится самую высокую цену, которая только возможна. Ну а для российского общества в данном случае это трагедия. Они также пускаются в мясорубку Путина, и Путин фактически уничтожает все ресурсы государственности для России, той, которую мы знали и видим. Сейчас фактически вся дилемма стоит в том, кто кого переживет. Путин переживет Россию или Россия переживет Путина? Ну а теперь давайте взглянем вовнутрь западных стран, что там происходит. В этом году Польша потратит на оборону 4% ВВП, что вдвое больше, чем нужно странам-членам НАТО, поскольку намерена создать самую крупную за последние полвека кампанию по перевооружению в ответ на постоянную растущую угрозу со стороны России. Об этом пишет «Зетелеграф». И по словам министра обороны Польши Марьюша Блащика, очень важно как можно быстрее повысить уровень безопасности, чтобы остановить любого потенциального агрессора, если тот решит атаковать страну. Польша решила заказать такую боевую технику, как тысячу основных боевых танков Ка-2 из Южной Кореи, 250 новых танков М1А-2 «Абрамс» из США и 18 пусковых установок «Хаймерс» из 9000 ракет к ним и также 288 системы МРЛ Ка-239 из Южной Кореи и более тысячи боевых машин пехоты «Барсук» польского производства, 96 вертолетов «Ан-64М» и так далее. Это можно долго еще рассказывать. Кроме того, уже весной Варшава получит первые американские танки «Абрамс» и это будут первые образцы партии из 250 заказанных танков. Давайте услышим. Преступное нападение, совершенное Российской Федерацией, нацеленное на Украину и непредсказуемый характер российского диктатора Владимира Путина, означают, что нам необходимо еще больше ускорить модернизацию оборудования. Для Польши очень важно как можно скорее повысить уровень безопасности. Мы можем это сделать, только создав сильную армию, чтобы удержать любого потенциального агрессора от решения атаковать. Марьюш Блащак, министр обороны Польши. И по оценкам того же «Телеграфа» Польша превратится в обладателя крупнейшей в Европе танковой группировки. Даже сравнивает Великобританию, там только 227 танков. Олег, а что происходит? Смотрите, что мы наблюдаем. НАТО идет своим, так сказать, маршрутом. Европейский союз свои какие-то планы строит. Польша и каждый, я так понимаю, дальше пойдет другие страны Европейского союза. Тоже индивидуально будут усилять свои армии и свою безопасность. Как вы видите, к чему готовятся? И не забудут ли эти страны за гонкой собственного естественного вооружения? Это естественно происходящее на данном этапе. Не забудут ли помогать Украине? Не останется ли она, может быть, где-то незамеченной в этой гонке вооружений? Нет, на сегодня Украина точно не попадет в периферию внимания, поскольку основные боевые действия происходят здесь, в российско-украинской войне. И с ней прямо связано то, насколько у мира есть возможность выиграть для себя время, для того, чтобы подготовиться к возможному будущему противостоянию как можно лучше, и, соответственно, с высокой вероятностью не допустить его. Либо же наоборот, если, например, сейчас идет гонка вооружения, но Украина складывается, и, например, условно говоря, Украина не выступила бы так сильно против российско-ударного кулака и не выстояла бы под противостоянием, то сейчас бы мы уже видели несколько другой мир, гораздо менее безопасный и гораздо большие риски для любых демократических стран, а тем более по периферии российского влияния. И, соответственно, сейчас уже очень вероятно, что времени для подготовки не было. Поэтому страны, которые понимают для себя эти риски, особенно страны, которые находятся на цивилизационном пограничье, они активно перевооружаются с одной стороны, а с другой стороны, конечно, и поддерживают Украину. Поэтому Балтийские страны, Польша, страны Центральной Европы являются, несомненно, самыми преданными партнерами Украины в вопросах безопасности, и они прекрасно понимают риски для себя и понимают, что помощь Украине сейчас – это возможность для себя снизить риски, это помощь самим себе прежде всего. То есть здесь абсолютно рациональный подход. Перевооружение также происходит, сразу опережая, например, тезисы российской пропаганды возможной, что значит они не верят в то, что Россию можно победить, и, соответственно, вот речь о том, что Путин слабопрогнозируемый, и, в общем, все эти вызовы, соответственно, это значит, что война надолго. Нет, не совсем. Конечно, это как негативный сценарий на одной стороне линейки находится, но с другой стороны находятся сценарии абсолютно другого характера. Завершается Российско-Украинская война. Что происходит на пространстве экс-российского влияния и, собственно, на территории самой России сегодняшней, то есть построссийское пространство? Неважно, это сохраняется единая и целостная Россия, либо это начинается аппарат суверенитетов, либо другие сценарии, а не каждый из них несет в себе целый ряд своих рисков, и идеального сценария там нет, если говорить об интересах мира, и тем более об интересах Украины. Но, тем не менее, это широкое поле неизвестности и серьезное поле дестабилизации по периметру России и внутри самой России. И, соответственно, безопасностные риски будут возрастать не от России как субъекта, а от России как от территории, от России как от пространства в любом случае. И Польша это прекрасно понимает. Более того, запустится определенная гонка в этом пространстве. И вполне вероятно, что если мы таки скатимся в сценарий Третьей мировой, то она пройдет, собственно, по территории самой уже России. Тем, что Россия сейчас фальш стартанула и начала боевые действия на территории Украины полномасштабные, они фактически в некоторой степени обеспечивают здесь, с одной стороны, пролог к более глобальному противостоянию. А с другой стороны, у Украины есть шанс выскочить из российско-украинской войны до того, как мир может попасть в новое, более глобальное противостояние. И, соответственно, вытеснить его за собственный периметр, и в том числе за периметр ранее оккупированных России и украинских территорий, чтобы они оказались уже вне зоны будущего противостояния и будущей гонки между различными игроками. Поэтому здесь, конечно, на восточном фланге европейская милитаризация будет продолжаться. Ну и представьте себе, конечно, эту мощь по завершению российско-украинской войны в виде украинской армии, которая будет самой боеспособной, одной из самых сильных армий в европейском пространстве. Польша, которая на тот момент значительным образом подтянет свои вооруженные силы и перевооружится. Фактически мы получим коллективно двух партнеров, чья военная мощь будет колоссальной и серьезной для того, чтобы обеспечивать безопасность не только самих себя, но и региона, то есть стран вокруг себя. Тут важно понимать, что, как вы подчеркиваете, безопасность своих стран и этих регионов, которые рядом, собственно, об этом сейчас пекутся западные страны, поскольку видят, что Российская Федерация не останавливается, она не договороспособная сейчас абсолютно. И понимают, что те тезисы, да, еще когда до полномасштабного вторжения звучали, вы там откатитесь, да, НАТО, забирайте свои манатки, как мы с уста Володина этого слышали, и откатывайтесь до каких-то границ 1996 года и так далее. А потом мы и на Польшу пойдем, и в Варшаве непосредственно были угрозы из уст первых лиц, да, Медведева мы слышали не раз, там, это вообще отдельная история. То есть Ла-Манши никуда не деваются. Да, Ла-Манши, то есть это же не просто человек в отставке, и он там на пенсии пишет мемуары и пытается там как-то поддерживать, не знаю, свою популярность. Это человек, который непосредственно у власти. Вот, и тут для понимания тоже, что люди пекутся о своей безопасности. Ну, а вот, собственно, о намерениях. Как видите, действительно, вот этот толк о агрессивной риторике, будет ли продолжаться Российская Федерация, о чем это говорит? Это больше от бессилия или действительно есть какие-то намерения где-то отщипнуть, спровоцировать, чтобы, опять-таки, или какую-то глобальную мобилизацию в своей стране провести, чтобы вот, наконец-то, мы соприкоснулись с странами НАТО, они же, вот, видите, вооружаются, даже они готовятся нападать. Вот, для понимания, зачем западным странам Российской Федерации, ну, то есть это абсурдно, никому не нужны эти ни территории, ничего. То есть мы живем в совсем других реалиях в 21 веке, в конце концов. Никто сейчас страны не завоевывает. Или как вы видите? Ну, начну с конца. Во-первых, действительно, никто не завоевывает, потому что зачем кормить население? А ко всему остальному можно получить доступ и так. Есть финансовые, есть цивилизационные, культурные и другие механизмы, которыми на сегодняшний день конкурируют между собой государства, культуры, и которым производится экспансия. Государства, которые имели имперское прошлое, либо имперские амбиции, они крайне видоизменились в своих инструментах. Конечно же, оставляют за собой амбиции глобального влияния и обеспечивают свое глобальное влияние современными инструментами. Вот у России просто с этим не задалось. То есть российская культура высасывала соки, фактически, прежде всего, с государством рядом и не дала ничему миру такого гениального за последнее время. Условно говоря, какая-нибудь там скандинавская среднестатическая страна, не знаю, Дания, дала миру стиль хюги. И все ходили и хотели жить, развиваться, исповедовать ту философию и обставлять свои квартиры в стиле хюги скандинавском. А Россия, что матрешку балалайку медведя, ничего не дала миру в этом плане. А вся их эстрада, культурная жизнь и так далее обеспечивалась за счет людей из Украины, Казахстана и из других стран, в большинстве о своем. Если говорить об экономике российской, ну она меньше по ВВП, нежели экономика Италии. Она плюс-минус даже, по-моему, уступала Испании. Надо понимать, что это не та экономика, которая позволяет говорить о глобальном влиянии. Это, условно говоря, в энное количество раз ниже экономика, нежели Германии по своим размерам. Несмотря на все территории и все остальное. Инновационно Сколково провалилась под лед и не подавала никаких признаков жизни с момента своего появления. То есть, условно, Япония и Россия даже рядом не стояли с точки зрения влияния в мире инноваций высоких технологий. Или там Южная Корея, или даже тот же Китай. Поэтому, конечно, Россия по всем другим параметрам, кроме как грубая сила, наличие просто ржавого железа еще советского и определенных передовых технологий военных, как-то, например, в ядерном вооружении, либо там в сверхзвуковом вооружении. Помимо этого, Россия ничего не могла противопоставить миру и не могла никаким другим образом проявлять свою экспансионистскую натуру. Поэтому, понятное дело, что вот имеем дело с этим, и, соответственно, Россия рассказывает, что все ее хотят завоевать. Никому она даром не нужна, чтобы ее кормить. Но, возвращаясь на шаг назад, в ответе на вопрос, что за всем этим делать фактически с Россией, конечно, придется неким образом миру сейчас урезонивать Россию и готовиться к построссийскому будущему и к тому, каким образом фактически взаимодействовать с этим пространством и как минимизировать риски для себя от Китая и возрастающего влияния в недемократическом мире. Вот фактически в этом разрезе рассматривается Россия. А сегодня уже Путин стал активом в руках Си Цзиньпина, которым торгует он. На сегодня вот эта матрешка, в которой Лукашенко ездит к Путину, а Путин ездит к Си Цзиньпину, она сложилась. И визит Си Цзиньпина, который произойдет буквально на днях, фактически должен закрепить вот эту вассальную зависимость. Спасибо вам, Олег, за ваш анализ и ответы на все мои вопросы. Олег Саакян, политолог, был с нами на связи, обсуждали вооружение европейских стран и НАТО, которые готовятся все-таки к тому, чтобы обеспечить безопасность всем членам странам.